В этом уроке я расскажу о настройках визуализации и как сохранить трёхмерную модель, чтобы её можно было потом рендерить или экспортировать куда-нибудь. Для начала создадим саму форму, не будем опять делать лофт по сплайнам для разнообразия, покажу как работает вот такой способ, SWEEP 2. Здесь нужно сдать две рельсовые кривые и сколько угодно сечений, и он по ним построит поверхность. Сейчас сначала создам три точки, чтобы сделать рельсы. Вот для одной, для второй. Сейчас их задам. Первая кривая. Вторая. Сразу создам по ним сплайны. Это будет первая, это вторая. Теперь надо кривые сечения задать. Поставлю здесь одну точку, здесь две. Вот это будет одна линия сечения, а это будет вторая. Затем сначала первую. А вторую. По первой создадим сплайн, а по второй по линию. Это будет кривые сечения. Первая, вторая. Теперь у нас всё на плоскости, вот эти точки можно поднять. Вот таким образом он строит кривую, здесь у нас, видите, ломаная, а здесь плавная линия, он между ними плавно перетекает. Сейчас можно по-разному двигать, экспериментировать, как он делает. Вот, достаточно. И теперь на примере этой кривой, этой кривой поверхности, я покажу, как настраивать визуализацию. Самый первый способ, самый простой, это в самом графскопере, во вкладке Window, есть Preferences. Вот здесь можно настроить цвет отображения, геометрия, цвет и прозрачность. А вот здесь цвет отображения выбранной геометрии, ну пускай он зелёный останется. Когда мы выбираем, он становится зелёный. Когда не выбираем, белый и непрозрачный. Вот, но есть ещё сами компоненты, ноды, с помощью которых можно настраивать цвет отображения. Это, во вкладке Параметры, специальных, есть Custom Preview. Есть у него на входе геометрия и материал, шейдер. На выходе вот такая зубчатая линия, это означает, что у него нет никаких данных на выходе. На выходе только показывается в окне Райна что-то. Понятно, сюда подключаем эту геометрию. Эту саму пока скрываем. По умолчанию у него стоит такой розовый материал. Сюда в материал можно вставить любой цвет, но подсоединить. Самый простой способ задать цвет, это вот такой параметр Color Swatch. Просто подключаем его. Здесь правой кнопкой на цвет и можем менять. Еще есть такой параметр, который позволяет задать цвет, это Color Picker. То же самое, что Color Swatch, только не надо нажимать правой кнопкой, а сразу уже есть такое окошко. Сюда подключаем. И вот такое вот окно настройки, оно постоянно у нас висит. Здесь можно по RGB настраивать цвет, то есть по красному, зеленому и голубому. Можно здесь же и прозрачно сменять, вот альфа-канал. Можно по HSV. По HSV удобнее, ну кому как. Вообще вот это Color Picker, я считаю, она громоздкая такая, так что лучше вот Color Swatch использовать. Она много места не занимает. Все равно правой кнопкой нажать тоже самое вылезет. Вот этот цвет, он не для рендера. Он только отображается здесь в Гросскопере. То, что вот Гросскопер у нас показывает, оно здесь отображается. Если в окне Райна нажать Рендер, у нас будет серый пустой лист. Потому что здесь как бы нету геометрии, только точки. Для того, чтобы вот эту геометрию, которую у нас отображает Гросскопер, сделать ее реальной в Райна, чтобы ее можно было рендерить, или сохранить в Райна, или экспортировать куда-то, нужно ее приготовить. И еще, вот здесь, видите, такие косяки есть, когда слишком сложная поверхность, она уже отображается не очень гладкой. На самом деле она идеально гладкая, она просто упрощенно отображается. Но если ее приготовить, она будет идеально гладкой. Для этого нужно выбрать тот нот, который создает эту геометрию. В данном случае это вот, если ее отключить, вот он будет. У него правой кнопкой Bake, можно выбрать название объекта, слой выбрать. Окей, нажимаем, все, теперь он у нас создал реальную геометрию. Ее можно уже перетащить. То, что у нас создает Гросскопер, оно и останется. А это уже реальный объект, который, если нажать Render, то он уже будет виден. Вот, его видно. Также можно здесь настроить отображение. Сейчас стоит Warframe, то есть линиями это показывается. Можно Shaded поставить. Вот он так будет показываться. Ну и другие варианты. Rendered, то есть сразу показывается такой гладкий, без линий. Такой еще есть вариант. И такой. Пускай остается такой. И эта поверхность теперь, она идеально гладкая. У нее нет вот таких косяков. Она ровная. И теперь эту поверхность, ее можно экспортировать. Это вот можно выбрать. Файл. Export selected. Здесь можно выбрать формат, который вы хотите сохранить. Если вы хотите потом открыть в Максе, то лучше сохранять в ФБХ. Потому что если сохранить в 3DS, то вот эта гладкая поверхность, она разделится на полигоны. Потому что 3DS не поддерживает NURPS геометрию, такую гладкую. Она только из полигонов. Но если вы хотите в SketchUp потом открыть, то SketchUp, он сам по себе не поддерживает гладкие поверхности. Он только из полигонов может. Ну, в общем, здесь вот, Export selected. Здесь можно выбрать любой формат. Здесь куча форматов для любой другой программы подходящих. Завался невозможно. Останавливает любой формат. С Brazil.